Вот написано, Людмила Полякова, великая русская актриса. Вот можно? Это очень смешно. Но если с утра пришла телеграмма от президента, потом Григорий Сосновский назвал великой русской артисткой, ну что можно сказать после этого? Жизнь удалась. Ну легко ли? В 65 лет тащиться, час битой ехала с покровки. Я никогда не подсчитывала свои годы, сколько мне, 65, 67, а, мне, значит, 68 уже, или там мне 69 уже. И вдруг на меня обрушилась эта дата. И когда со всех сторон стали меня вот понимать, что люди сказали, как юбилей, юбилей, мне даже не сделали афишу. Вот можете себе представить, полмесяца они от меня добивались, какую фотографию поместить, как это это, в какой рамы, какое-то это, все. Все, наконец, мы выбрали, я сказала, ну вот эту, давайте, вот эту фотографию, все это. И, значит, в день уже спектакля, в день вот этого юбилейного спектакля, я, значит, в администрации спрашиваю, я говорю, а где, я говорю, афиша, покажите мне, какая афиша? И на меня администратор говорит, какая афиша? Я говорю, ну как афиша, сегодня же у нас диплом, это, дипломная, юбилейный спектакль у нас сегодня. Никакой афиши нет, короче говоря. В этот момент в театре сломался принтер. Вот это, если это о чем-то кому-то говорит, ну, разве нельзя было куда-то в другое место отнести и где-то перезаказать эту афишу. Привычный маршрут Людмилы Поляковой. 15 минут от дома до театра и обратно в скромную однушку, где никто не ждет. Сын с невесткой снова не приехали в гости, и только свежие цветы сегодня нуждаются в ее заботе. Единственное место, где ей скажут здравствуй и хотя бы дежурно спросят, как дела, ее театр. Потому и обижается, что не напечатали юбилейную афишу. Она не капризничает, она требует, потому что имеет право. Интервью, несмотря на все протесты оператора, Людмила Полякова дает исключительно в любимом углу. И только с любимой игрушкой в руках. Предсказуемая защита одинокой пенсионерки от непредсказуемых посторонних. Это Фенечка у меня. Феню моя. Феню моя. Фень. Чего молчишь? Фень. Я здесь живу не так давно, потому что вот когда уже сын у меня подрос, он женился у меня. И мы с ним, значит, как бы решили, что, в общем, мы должны все-таки так вот дать свободу друг другу и разъехаться. Но дом такой странный. Я говорю, я там привыкла, насколько мы там жили. Все здоровались. Как живешь, как дела, там, что это. Здесь такие вот в лифт входишь, они такие все стоят. Мрачные. И я поначалу вроде бы, здрасте, там, это смотрю, никто не реагирует. И я тоже так перестала, как бы. Так что даже мысли не приходят в голову кого-то обременить с собой. Чем его? Отверткой, что ли? Да не, бабка. На Арматурину напоролся. Случайно. Я дура, по-твоему, круглая. Убивают вас всех когда-нибудь. Ни за что. Всего несколько минут на экране, да еще и не своим голосом. Фильм «Бумер» – одна из запоминающихся и обидных ролей киноактрисы Людмилы Поляковой. Оттенить героя, остаться вырезанной или переозвученной. Досадная амплуа героини второго плана. 60 кинолент, и в каждой она где-то сбоку припеку. Не нашла своего режиссера и не искала. Была очень занята. 13 лет Людмила Полякова металась между работой и домом, где ждал сын и мама, болевшая диабетом. Она понимала, у меня Ваня маленький, который требует тоже и внимания, и заботы. И потом этот, опять же, пресловутый кусок хлеба. Да, ведь мы же в этот момент получали просто тоже, будем считать, копейки. Копейки? Ну что, драматический артист? Копейки? Вот. И вот как она говорила, хоть бы Бог сжалился, хоть бы Бог сжалился. Ну за что я тебя-то так мучаю? Вот. И вот однажды утром я просыпаюсь, ну как всегда, иду в ее комнату. Вот. И она лежала такая спокойная, такая, так вот подложив ручки под голову, и такая спокойная, спокойная лежала. Я наскребла, наскребла. И, в общем, мы сделали похороны. И я помню, мы с Ваней остались, у нас ничего не было. Но опять же, я говорю, Бог в этот момент вот послал. У меня буквально, не знаю, там, через день, через два у меня раздается звонок, и мне предложили съемки, работу такую довольно приличную. И я поняла, вот надо же. Мама там сказала, надо ей немножко подработать. Валерий Криво, я говорю, господи, вы видите, я просил вас из начала спектакля. Недавно мы выпустили «Ревизор». Ну, вы сами понимаете, всего две женских роли. Городничиха Анна Андреевна и дочка ее Мария Антонова. Ну, это классические женские образы. Это образы, которые, ну, как говорится, любая актриса мечтает сыграть. Это русская классика. Это Гоголь. И это все, и так. Но, знаете, я, честно говоря, я даже настолько, я не ожидала, что это буду я, что я даже, что называется, к доске не подходила. А вы чувствуете, чувствовали зависливый взгляд на вашу маму? Ну, наверняка они, так сказать, ну, никто же ведь так всерьез, то ведь не признается в этом, вы же понимаете, так сказать. Ну, наверное, каждая актриса какая-нибудь есть, допустим, несколько актрис, которые, безусловно, думают, что это вот я могла бы. Конечно же, так бывает. Вот она думает, что это она, вот. А оказалось, что это я.